здравствуйте добрый вечер как меня слышно надеюсь меня слышно хорошо вот я вижу двое человека пришли 1 здравствуйте здравствуйте и сейчас начнем я запущу камеру так ну что ж так чуть-чуть наверное еще подождем пару минуток всех остальных кто не успел владимир маслов наверное увлекся и так давайте все таки начинать здравствуйте меня зовут сергей эдигаров и сегодня мы поговорим о skyway о новом инструменте для skyway это upline вы наверное уже видели что недавно был добавлен в кабинетах такой инструмент как upline вот и сегодня я вам расскажу что это такое каким пользоваться пошагово и расскажу немножко о сетевом маркетинге вообще зачем как как был придуман upline и для чего он был сделан так давайте начнем с самого начала расскажу зачем был создан upline но но начну я с того что расскажу о сетевом маркетинге какая сейчас ситуация складывается в сетевом маркетинге но первое я вам расскажу про статистику мировую млм о продажах да что происходит есть такая формула или она еще называют называется воронка продаж 10 742 что это значит это значит что 10 человек когда вы хотите презентовать вы обзваниваете людей и 10 человек вам скажут что они придут и выслушают вас либо выслушают вас из них только реально 7 человек придут и 4 вас даже слушают до конца и только два человека у вас то есть из 10 2 то есть это 20 процентов людей из всего вашего списка то есть тем кого вы приложите только 20 процентов людей приобретут из этого следует несколько выводов можете видеть что как новички наверное не знаю сколько из вас есть новички кто лидеры и и как обычно новички если говорить про новичков новички делают основную основную ошибку что какую делают это новички даже лидеры большие лидеры тоже делают это ошибку это делают списки составляют из ищут вот этих двух людей которые к потенциально у них то что они предложат и делают не полностью список составляют из всех своих знакомых людей друзей и знакомых дальних родственников составляют из потенциальных клиентов которые вероятно у них купят то есть список этот по где-то 20-30 человек получается и этот список начинают обрабатывать вот и в результате из этого списка получается то что только только то есть этот список делится на то же самое по этой самой форме ли то есть у них купят по этой формуле от 4 до 6 человек то есть неважно какой список составляет человек нам 100 человек или 20-30 все равно результат будет один то есть у них купят из этого списка 20 процентов людей всего 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 20 процентов людей то есть конверсия 20 процентов и новички делают большую ошибку когда вот составляют такие списки это на заметку лидером это очень важно объяснить новичкам еще такой вывод из этого можно сделать это каждый пятый человек у вас купит каждый пятый и здесь важно концентрироваться не на этих двух людей которые у вас купят а на десяти на пяти десяти ста человек то есть на списке проработки полностью всего списка вашего не просто поиск отдельных людей а концентрация 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 фокусировка на списке полностью то есть составляем список и 100 200 сколько у вас знакомых весь полностью весь список составляем и прорабатываем этот список вот лидеры успешные лидеры сетевого маркетинга это понимают знают и как правило кто умеет донести кто не умеет донести это очень важно донести эту информацию что концентрация происходит не на этих двух людях а на всем списке людей вот что еще нужно какую еще можно в этот вывод сделать это что каждая презентация вот реально каждая презентация приносит деньги если вы разделите то количество денег которые вы заработали разделите на количество проведенных презентаций вы увидите что в среднем какую-то определенную сумму каждая презентация приносит в среднем вы увидите вы реально увидите что вы каждый своей презентации зарабатываете то есть вы отрабатываете список свой из десяти людей из 50 100 из 1000 и вы увидите что вы проводя каждую презентацию вы зарабатываете но для того чтобы эти двое появились эти человек который купит появился нужно естественно проработать весь список вот они ниоткуда не появятся любой список созданный он как правило разделится на 80 20 то есть 80 скажут а нет и не заинтересуются и двое у вас купит то есть 20 процентов конверсия вот и отсюда еще следует один вывод это чем больше презентаций вы проведете за малое количество времени тем больше вы заработаете то есть если вы сможете за месяц 100 презентации провести то у вас будет 20 продаж если вы сможете провести за месяц 200 презентаций соответственно будет при 20 процентной конверсии 40 процентов 40 процентов продаж это значит то есть 40 40 продаж будет то есть это видно что фокусировка на списке знакомых знакомых то есть полностью на списке они на тех кто купит реально приносит это деньги и и те кто это понимают ведь его маркетинге те реально хорошо зарабатывают к чему я приводил мировую статистику и вот эту воронку продаж а то что ска его для skyway upline разработал систему client relationship management благодаря которой можно обработать список большой список людей за малое количество времени давайте плавно перейдем к upline и и вот пример с цифрами как делают 90 процентов новичков по классике например вот новичок там составила по классике составил какое-то количество людей и за две недели он проведет максимум 15 презентаций то есть это в среднем 90 процентов новичков так сделает при конверсии 20 процентов то есть он пойдет спонсором проведет эту презентацию если конверсия будет 20 процентов то это три продажи из 15 презентаций доход будет его при 100 долларов за каждый пакет купленный это нас процентов каждого с каждой продажи то есть это 15 на 3 это 45 долларов и смотрите затраты ресурсов звонки и презентации то есть и на каждую презентацию потратить примерно полтора часа то есть это пол часа добраться в среднем полчаса доехать уехать полчаса сама презентации это полтора часа и 5 долларов расход это доехать уехать то есть это транспортные расходы и плюс еще чай кофе вот и по соответственно повторный контакт встретиться повторно с человеком помочь зарегистрироваться оплатить пакет это тоже вот расходы это допустим 5 часов там 5 встреч и это по 5 долларов это 25 долларов и в результате прибыль получается за эти все встречи это 45 долларов этого прибыли минус 75 долларов расход минус 25 долларов расход и в результате минус 55 долларов расход естественно потом это следующим месяцем это окупится новичку но новичок пить что он в минусе это классический подход это среднем мы посчитали что вот происходит примерно тоже и 90 процентов новичков сливаются уходят сдаются вот при использовании upline то есть я не говорю что upline то есть классический подход этого не надо это вот это старое это нет upline это дополнительное это обязательно класс классический подход то есть обязательно это презентации upline это дополнительный инструмент так вот при использовании upline за две недели можно проработать 200 контактов при огромном желании и огромном энергии можно за два дня это проработать конверсия если в среднем конверсия будет ваша 10 то есть у каждого эта конверсия может быть своя это зависит от того насколько вы умеете общаться по телефону умеете общаться с людьми допустим ваша будет конверсия 10 процентов это даже хуже чем у новичков при классическом подходе если ваша конверсия будет 10 процентов то ваши продажи будут 20 процент то есть 20 продаж вы сделаете ну и в среднем каждого принесет по 15 долларов это 20 на 15 это будет 300 долларов затраты ресурс на то есть за 16 часов можете обработать 200 контактов это в среднем чуть больше пяти минут на человека то есть это человека забить список позвонить и отправить это не больше пяти минут на человека вот и 15 долларов это в среднем примерно стоит месяц upline подключение затраты ресурсов на повторный контакт здесь гораздо больше то есть соответственно больше продажи то есть это 20 часов и как минимум потратить то есть приехать уехать ответить на вопросы и по 5 долларов потратите на чай кофе и транспортные расходы и того в конце месяца 300 долларов минус 15 долларов расходы на первый контакт и на 2 минус 100 долларов и того то есть 185 долларов это потенциально потенциальный доход вот я еще раз я повторю что upline это не панацея это дополнительный инструмент для проработки очень быстрого проработки вашего списка знакомых а почему это важно что быстро проработать этот список что остается времени вход корневую компанию все меньше и меньше скоро от 11 апреля смена этапа соответственно времени остается чтобы поделиться этой информацией что у людей есть такая возможность все меньше и меньше соответственно вы можете это сделать гораздо быстрее классический поход подход я не говорю что против наоборот я за классический подход плюс использование upline так и как же использовать upline то есть как по шагам использовать upline первое это проходим тренинг то есть я объясняю как пользоваться по шагам первое это вот следующее это вбиваем импортируем контакты то есть это ручками пока вписываем и далее будет импорт контактов то есть автоматизированный следующий шаг это обзваниваем то есть обязательно человеку нужно позвонить предупредить что вы пришлете ему материал который вы договоритесь что он просмотрит и после этого вы ему перезвоните то есть вот отправляем презентацию презентация там пятиминутная человеке просматривает и вы снова ему звоните авто создаете повторный контакт договариваетесь о встрече и завершаете сделку и следующий шаг это дубликация то есть это повторение действие ниже стоящими вашими дистрибьюторами то есть вашими партнерами ниже стоящим то есть что вы делаете сами то и делают ниже стоящие вас видео то есть видя что вы делаете ниже стоящие ваши партнеры копируют вас и так давайте теперь пошагово разберемся как работать с оплайн и так где вы можете найти оплайн если вы зайдете в кабинет то слева вверху есть такая ссылочка партнером и здесь внизу есть оплайн либо следующее это вы можете найти его по баннеру здесь который меняется постоянно то есть два места где можно найти а план либо по баннеру щелкнуть либо по ссылке по кнопочки партнером и оплайн заходим в кабинет и первое что необходимо сделать в кабинете нажимаем на бизнес менеджер и забиваем вбиваем свою команду то есть ниже стоящих людей своих либо вы если у вас нету пока еще ниже стоящих партнеров то своего спонсора или спонсоров то есть выше стоящих нажимаем бизнес менеджер и команда загружается страничка и здесь вы можете найти своих спонсоров те кто вас пригласил по их электронной почте либо добавить свою ниже стоящую линию по электронной почте то есть вы вписываете электронной почте нажимаете поиска далее нажимаем в бизнес менеджере бизнес менеджер контакты так я не туда нажал нажимаем бизнес менеджер открывается ссылочка контакты вкладочка и здесь вы можете добавлять людей нажимая на кнопку зелененькую справа у вас добавить новый контакт нажимаем и здесь для того чтобы не нажимать каждый раз на каждого человека сохранить у меня есть предложение вот нажимать на кнопку добавить еще один контакт и сразу добавлять несколько несколько людей одновременно то есть вы записываете имя фамилию язык общения имел телефон и заполняете столько людей сколько вам необходимо и один раз нажимаете на сохранить если же будете по одному человеку вносить то тогда у вас будет перед каждый раз перезагружаться страница вот есть предложение что удобная вещь это добавить к добавить еще контакты и сразу большим списком сохранять попробуйте это сделать прямо сейчас есть время повторяйте пишем вписывайте имя вписывайте фамилию язык общения сейчас есть английский и русский далее будут добавлены другие языки добавляйте имейл по которому будет отправлена презентация и телефон добавив людей создав свой список что вы можете сделать то есть вот вы создали какой-то список вы нажимаете на человека вам открывается информация этого человека вы можете поставить лейблы то есть как на каком этапе человек находится то есть вы можете контролировать то есть проводили ли встречу отправляли ли мы материалы ему была ли повторная встреча сделан ли у него аккаунт пакет ли открыт было ли приглашение на семинар этого человека то есть вы можете ставить так называемые метки лейблы для того чтобы видеть и контролировать что у вас происходит как отправить презентацию ну для начала есть такая возможность как текст то есть сначала мы звоним человеку и и предупреждаем что мы ему отправим презентацию для этого есть такая кнопочка как тексты разговора она находится вот здесь давайте я еще раз покажу я снова все закрою нажимаем на человека на имя фамилию нажимаем отправить презентацию и здесь у нас справа есть тексты разговора и здесь уже добавлены шаблоны благодаря которым вы можете по этим шаблонам звонить человеку и делиться этой информацией то есть образец звонка 1 образец звонка 2 то есть обязательно перед тем как вы отправляете презентацию вы предупреждаете что вы ему отправите иначе люди рассматривают это как спам то есть чтобы увеличить конверсию обязательно позвонить и вы договариваетесь что вы ему отправить эту презентацию и договариваетесь что через день-два вы ему перезвоните когда он просмотрит и вы именно перезваниваете через сколько я рекомендую звонить не позже чем два дня если вы перезвоните позже чем через два на второй или третий на третий или четвертый день чем дольше вы будете тянуть тем быстрее человек забудет о том о чем мы вы говорили о том что он смотрел то есть информация испаряется забывается делами какими-то своими поэтому повторный звонок обязательно через максимум два дня и так вернемся есть образцы звонков вы ему звоните перед презентации а если вдруг вы захотите исправить то есть вам не нравится этот шаблон вы нажимаете на карандашик и пишите свой шаблон то есть исправляете и пишите здесь свой шаблон который вы вы сами для себя вы работаете что для вас он является наиболее лучшим и так мы позвонили предупредили что отправим презентацию данная презентация находится здесь здесь нажав на кнопочку вы можете просмотреть эту презентацию то есть можете нажать и просмотреть она 5 минут 30 секунд обязательно перед отправкой посмотрите презентацию чтобы вы в курсе о чем это то есть она составлена обязательно с учетом всех правил нынешних skyway capital отвечает всем требованиям и составлена профессионально здесь просматривайте презентацию прежде чем отправить то есть не надо не надо каждый раз смотреть и достаточно один раз посмотреть чтобы быть в курсе и здесь есть тоже темы шаблоны имейла то есть вот шаблон кое-что интересно это как тема есть обещанные видео то есть если вы обещаете что-то отправить шаблон обещанные видео или например шаблон идея да человек получает презентацию он видит ссылочка и нажимает и нажимаем то есть мы выбрали какой-то шаблон и отправляем нажимаем на кнопочку отправить зелененькая она находится справа у вас в нижнем правом углу и нажимаем отправить все данная презентация отправлена и что происходит дальше а мы нажимаем на нашего человека и можем просматривать что то есть просматривать активность этого человека что происходило то есть мы видим что презентация данному человеку отправлена во сколько она отправлена мы видим открыт ли имейл открывал ли человек имейл следующее мы сможем видеть насколько просмотрена презентация насколько процентов просмотрена ли она вся мы имели представление о чем мы будем говорить человеком и что дальше делал человек вот например открыт центр совет центр ответов то есть человек открывал центр ответов то есть интересовался у меня есть какие-то вопросы значит и последующее действие можно добавить комментарий что нам еще нужно сделать с данным контактом так презентацию мы отправили обязательно потом как я говорю звоним человеку через один два дня и интересуемся что человек думает об этом смени совершенно тさん то есть если вы новичок и пишите человеку У него, естественно, есть какие-то вопросы, какие-то возражения, то сами вы, если вы не опытный лидер, не сможете ответить. Поэтому рекомендую звонить обязательно со своим опытным спонсором. Это обязательно такая рекомендация. Следующий шаг, который необходимо сделать, это повторный контакт. Завершение сделки. Как раз я говорю, что звонить и завершать сделку. Следующее – это дубликация, то есть это работа в командах. Чтобы проработать огромный список, в среднем это 200 человек у каждого, это в среднем, у кого 100, у кого 500 человек, у кого 1000 знакомых. Чтобы проработать такое огромное количество людей, необходима энергия, то есть команда. То есть я рекомендую с командой, желательно человек 5, сесть и вместе звонить, обзванивать и отправлять презентации. А уже повторный контакт сделать конкретно с вашим спонсором. То есть кто отвечает за вас, кто вам помогает, кто вас спонсирует. Дубликация. Шаг дубликации – это когда вы делаете командой, вас обучают спонсор, вы повторяете за спонсором, потом вы обучаетесь. То есть вы сами уже умеете это делать, сами повторяете все это. То есть профессионально, пошагово, по технологии. Никакой самодеятельности. И вы уже обучаете свою нижнюю линию, как это делать пошагово. То есть обязательно очень важно работать по технологии. Особенно в нашей компании, особенно в Skyway Capital, никакой лишней информации, никаких лишних движений, обязательно только по технологии. И обязательно с людьми, те, кто умеют отвечать на возражения. То есть у людей очень много вопросов возникает, здесь действительно много информации. Еще обязательно, что необходимо вам знать, это центр ответов. Центр ответов тоже рекомендую изучить, прежде чем отправлять презентации. Здесь вы можете найти практически ответы на все вопросы, то есть в видеоформате. И тому, кому вы отправляете ссылку, он тоже может ознакомиться с этими вопросами. Если он не будет смотреть, то вы сможете ответить на вопросы. Но обязательно посмотрите центр ответов. То есть уже есть ответы, подобраны для вас. Это подобранные вопросы, которые чаще всего задают инвесторы. То есть клиенты, да, клиенты, инвесторы, новички. Так, и помню, в прошлый вебинар Галина задавала вопрос по поводу, по-моему, Галина задавала вопрос по поводу триал-периода. Триал-период, те, кто еще не воспользовался триал-периодом, а есть возможность использовать триал-период. Да, я узнал, что можно использовать. Так что пользуйтесь этой возможностью. У вас есть, раньше было 7 дней, сейчас 30 дней, триал-период длится. Так что используйте возможности триал-периода, то есть познакомиться с кабинетом, попробовать отправить. И не отправляйте это в одиночку, не работайте в одиночку. Работайте со спонсором в команде. То есть энергия в команде гораздо-гораздо мощнее и сильнее, чем если вы будете отправлять и работать в одиночку. Сетевой маркетинг хорош тем, что здесь вы никогда не одни. А если вы одни, значит, первый, ваш спонсор не работает, обратитесь к более, по рангу высшему спонсору, то есть у спонсора-спонсора, или если еще дальше и дальше. Если нет спонсора, то к региональному лидеру, чтобы он вам помог. Вот такие рекомендации я могу сказать. А есть ли у кого-то вопросы по upline? Задайте вопрос, если у вас есть. Сейчас есть время ответить на вопросы. Может быть, у кого-то вопрос есть? Следующая презентация планируется 5 апреля по четвергам. То есть каждый четверг в это же время, в 8 часов вечера по Москве, я буду вести, показывать, объяснять, разжевывать, как работать с upline. То есть если у кого-то не получается, что-то есть какие-то вопросы, смело приходите, смело задавайте. У всех получится. У всех получится. То есть я буду каждый раз, каждый четверг рассказывать, рассказывать про upline, рассказывать про сетевой маркетинг, рассказывать, отвечать на ваши вопросы, которые у вас возникают. Так что будьте смелее. У всех получится. У кого-то есть вопросы? Пишите, вот здесь есть чат, есть такая, как questions, заголовочек. Можно туда написать, я тогда отвечу. Так, я вижу, пока вопросов ни у кого нет. У всех получается? У всех ли получается добавлять людей? У всех ли получается отправлять презентации? Вопросов я пока не вижу. Ну, значит, в следующий раз обязательно, когда вы уже сами сможете попробовать, тогда обязательно у вас, скорее всего, возникнут вопросы. Так что смело спрашивайте в следующий раз, и обязательно пробуйте. То есть времени осталось до смены этапа, очень мало. Это 11 апреля, я напоминаю. И очень мало времени осталось до входа в корневую компанию. То есть людей у всех очень много, знакомых, друзей. И поделиться этой информацией, как вот я говорю, я просто обязан поделиться с вами, чем я пользуюсь, тем, что какие возможности есть у меня. Поэтому это ваша обязанность поделиться с близкими, друзьями, знакомыми, а они уже дальше сами выберут, пользоваться им и этой возможностью или нет. Спасибо на этом. Я потихонечку заканчиваю. На сегодня все. Если я вижу, пока вопросов ни у кого не возникло, тогда я завершаю. Спасибо всем за внимание. Тогда 5 апреля в 8 часов вечера жду вас. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok